Анатомия 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 слова. Бог очень сильное значение уделил Слову. И мы знаем с вами, что Слово стало плотью, а Иисус Христос является Словом. Поэтому я думаю, что это позволит нам пустить наши рассуждения в это русло. Язык произносит слова. А слова они могут убивать, слова они могут жалеть, поэтому это очень серьезно на самом деле. Например, откуда я родом, там сначала дерутся, а потом разговаривают. Это не обязательно делает язык. Как орган это не обязательно происходит от языка. Языком наоборот потом мир налаживается. Поговорили, друзьями стали и все прочее. Так вот я думаю, что язык имеется в виду наши мысли. Следите за своими мыслями, они потом становятся словами. Многие читали следите за своими словами, они потом становятся поступками. То есть как, в каком направлении мы думаем и в каком направлении мы начинаем жить, вот этот круг жизни свой вести. Это рождается у нас в голове, в мыслях. Мы можем, вот как птицы над головой кружатся, так и мысли у нас в голове, да? Но мы не можем им запретить появляться в нашей голове. Но как птицам мы можем запретить свить на своей голове гнездо, так мы можем контролировать свой разум, от того, чтобы совершать поступки, которые воспаляют круг нашей жизни. Мы с вами почти половину этой главы разобрали. Я предлагаю сейчас, я прочитаю до конца, что у нас осталось, там 8 или 9 стихов. И, пожалуйста, придите сегодня домой. Откройте Евангелие, третью главу Евангелия от Яакова. И то, что мы с вами не успели разобрать, прочитайте и порассуждайте. Я сейчас вслух прочитаю эти стихи, и мы закончим эту часть нашу. Языком с 9 стиха читаю. Благословляем Бога и Отца, и им проклинаем четверых человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины? Или виноградная лоза смоквы? Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой и кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Я предлагаю одно из ближайших наших общений посвятить теме мудрости. Следите на сайте за анонсом и приходите. Вместе с вами будем рассуждать о мудрости. Редактор субтитров А.Семкин